Вечный календарь Украсить его вот такими вот пуговицами Которые, я думаю, найдутся в каждом доме То есть это будет календарь, который мы можем использовать Независимо от того, какой год на дворе, да? Абсолютно верно И вот эти пуговицы нам помогут Более того, я тебе сначала покажу, что у нас получилось Я дома приготовила вот эту замечательную вещь Лена нас сейчас стимулирует, чтобы мы хотели Да, я хочу такой календарь, слушай, здорово, да? Мы будем изготавливать именно вот такой вот календарь Каждая пуговка клепится на репучках То есть мы можем менять каждый день недели, каждый месяц С легкостью То есть вот эти деньки у нас легко переставляются Потому что это липучка, которая держится хорошо на ткани, да? Да, абсолютно, вот видишь Слушай, мы практически все секреты уже этого календаря знаем А еще не приступили к его изготовлению Давай начинать Давай Начнем мы прежде всего с перечня предметов Которые нам необходимы для его изготовления Это может быть простая фоторамка Или рамка из-под картины, например, которая вам очень надоела Кусок картона или плотной фанеры Кусочек ткани Пуговицы Они могут быть абсолютно разного размера Это ваше творчество И делать вы можете абсолютно из любых материалов, из любых пуговичек Далее нам необходимо распечатать на плотной бумаге номера дни недели Нам нужны просто числа и все? Нам нужно 12 месяцев Вот это вот все, что нам необходимо Ага, то есть числа нам нужны в одном комплекте, правильно? Конечно, и месяц тоже в одном комплекте Далее нам нужна какая-либо одноцветная ткань Желательно, чтобы она была поплотнее Использовать можно абсолютно любой материал, который завалялся у вас дома Вот, например, вот это вот тряпочки для мытья посуды Какой клей мы будем использовать? Клей можно использовать, то есть, в специальной клее-пистолете Либо, если у вас нет такого, обычный суперклей за 2 гривны Итак, мы берем кусок ткани и оборачиваем ним нашу фанеру Этот кусок картона или фанеры должен быть такой, как рамка? Да, он должен быть по размеру рамки То есть мы вырезаем непосредственно по этим параметрам Понятно Кусок ткани должен быть немножко с припуском То есть для того, чтобы нам загнуть края, их проклеить Таким нехитрым способом мы проклеим по периметру весь кусок ткани на картон И получаем вот такую вот заготовку С этой обратной стороны так выглядит То есть это те края ткани, которые мы загнули А с внешней стороны получается вот так вот аккуратно Да Полотно И чтобы было понятно, я сейчас вот, как Леночка сделала По отношению к рамке То есть здесь должны быть немножко припуски Чтобы хорошо потом степлером прикрепить к самой рамочке То есть чтобы было чем прикрепить А с этой стороны получается вот так вот Да Ну на самом деле вроде бы все понятно, да? Нам необходимо взять пуговицы 31 пуговицу и нарезать числа на каждый день недели В этом календаре мы будем использовать простую технологию То есть вот такой вот кусок липкой ленты Которую мы тоже будем нарезать на маленькие составляющие Вот такие вот частички У меня уже предварительно нарезанные Липкая лента, которую мы используем в одежде чаще всего, да? Которую в любом швейном магазине можно с легкостью приобрести То есть здесь у нас получается есть то, на что мы прикрепим наши дни календаря Ну она вот такая длинная, а потом мы разрезаем ее Произвольно на самые вот такие кусочки, которые можно впоследствии приклеить на пуговицу Что мы делаем дальше? Мы разделяем липучку на две части И такую ворсистую сторону Такую вот клеим к пуговке Я тоже буду делать У тебя какая? Розовенькая, я возьму желтую Вот этим клеем, то есть смазываем нелипкую часть или пуговицу Что правильнее смазывать? Ну я смазываю пуговицу, потому что так гораздо удобнее Клей не успевает впитываться Пуговицу, да? И наклеили Быстро она сохнет? Да, она сохнет очень быстро Мы подготавливаем вот такую вот основу После чего берем произвольно Любую цифру И тоже клеим ее с другой стороны Да, мы должны использовать все цифры Потому что нам понадобится все дни месяца От 1 до 31 Наклеиваем Наклеим на пуговицу Да, у меня 12 И приступаем теперь к нашему самому календарю Так Для начала мы используем степлер Для того, чтобы нашу рамку Ого Слушай, давай даже мне хочется попробовать Давай, знать Никогда не делала Такой у тебя опыт появится Ой, страшное дело Вот так по всему периметру, да? Да Клей Да Вот мы получаем вот такое вот полотно А теперь приступим, наверное, к самому приятному Это наклеивание наших пуговок сюда Итак, мы берем клей Мажем вторую часть липкой ленты, которую мы отрезали Опять же, с той стороны, где нет этого ворсика Где нет ворсика, да И крепим к полотну Это, опять же, распечатанное на плотном картоне или плотной бумаге месяц Наклеены тоже таким же клеем Это месяц у нас Да Тут я тоже предварительно уже наклеила липкую ленту Вот мы снимаем эти кусочки Теперь мы можем Раз Приклеить наш Вот так вот просто это получается Сейчас мы прикрепим пуговицу с Первым числом С первым числом Вот так вот Итак, используя 31 пуговицу Мы, или 30 Мы делаем вот такой замечательный функциональный календарь Который можно использовать абсолютно вечный Вот у меня вопросы Где, что крепится Вот мы начали делать То есть мы прикрепили месяц и первый день А у нас здесь еще должны быть дни недели Вот здесь первым делом дни недели пойдут, да? А потом, как в обычном календаре То есть наступает новый месяц Беру вот этот вот календарь И смотрю, как там располагаются дни, да? Да, потом мы снимаем все пуговички, которые с числами И переклеим их в той последовательности, в которой Необходимо нам посмотреть именно в этом месяце И календарь опять работает А понадобилось-то всего 31 пуговица, несколько кусочков ткани и клей Не считая, конечно, листа фанеры и рамки То есть, если в доме все это найдется Получается, что можно вечный календарь Вот такой оригинальной формы сделать совершенно бесплатно Конечно Спасибо тебе, моя дорогая Спасибо, Надя